Всех люблю, очень сильно соскучился. Я пастор из этой церкви. Всички тебе много обидчам и много милистов тебе. Я сам уже начал забывать. А сам пастор на тази церкви. Вечер за почных язда забравим туда. Ну, нашу церковь знают, слава Богу. Нашу церковь я познават. Знают в Лос-Анджелесе. Познават я в Лос-Анджелесе. Знают в Стамбуле. Познават я в Истанбул. Знают в Южной Корее. Познават я в Южной Корее. В Сеуле, в Инчхоне. Очень много церквей посетили мы с Наташей. Ну, там, да, были из Кореи, да. И поэтому там привет передают вам всем. У нас была миссионерская конференция в Лос-Анджелесе. И там был зал. И там им еще одна зала. На две с половиной тысячи человек. За две хиляди и половина хора. В следующий раз мы сделаем презентацию. В следующий раз мы сделаем презентацию. Вчера был праздник Жатвы в Стамбуле. Вчера имахме праздник на Жатвы в Истанбул. Да, и я предлагаю в следующий воскресенье нам тоже сделать праздник Жатвы. Я предлагаю в следующей неделе и не да направим таков праздник. И у меня будет подарок для церкви, для Господа нашего. И ще имам и подарок за церквата, за нашия Господ. И просьба и к вам, чтобы тоже готовили какие-то подарки, плоды. И ви моля и ви да подготвите някакви подаръци, някакви плодове. Откровения, свидетельства. Откровения, свидетелства. Песни, танцы народов мира. Песни, танцы. Да, мы потом, да, после праздника Жатвы сядем за стол и покушаем пироги, да. И след того, вече след праздника, ще седнем и ще хапнем заедно. И вот я сидел в этом зале. Я сидях в тази зала. В Лос-Анджелесе. В Лос-Анджелесе. И вышел большой хор. И излезе един голям хор. Примерно 60 мужчин. Около 60 мъже. Корейцев. Корейци. Это была такая большая корейская церковь. Това била по-голямата част корейска церковь. То есть с Южной Кореи очень много корейцев переехало в Лос-Анджелес. То есть от Южно-Кореи много корейцев са се изместили в Лос-Анджелес. И они все в таких белых смокингах. И те са в белих костюми. И в таких алых бабочках. И с червена пандилка. И таки все красивые. И всички са много красиви. И взади кто-то мне стучит по плечу. И някой отзад ме тупа по рамото. И они уже поют. И те вече поят. И они спрашивают меня, вы знаете кто поют? И ме питат, вы знаете ли кой пее? Я говорю, кто я не знаю, конечно. И аз сказвам, кой пее аз, нали не знаю. Понял, что корейцы поют. Разбрав, че корейцы пеют. Мне говорят, что в этот хор входят одни и миллионеры, и миллиардеры. Долларовые. И на мене ми казаха, че в този хор влизат миллиардерии, и миллионерии, долларови. И при этом они все христиане. И всички са христиане. И я так сижу. И аз сидя. Думаю, кто я вообще такой? И си мисля, аз кой сам? Знаете, как это поднимает вообще внутренняя самооценка? Знаете ли, как вдига това вытрачната самооценка? Когда для тебя поют миллиардеры и миллионеры. Когато за те пеют миллионери и миллиардери. И один миллиардер пел таким оперным голосом. И один миллиардер пел с такив оперен глаз. Ну я там тоже, конечно, прославился. А сэ что сэ прославих там? Как второй муслим Магомаев. Като вторая муслим Магомаев. Меня там так представили. Так адмэ представиха там. Спел свою песню. И спяха свой эта песен. Потом еще раз говорю с еще с одним миллионером долларовым. След этого говорих мисэ соштидин долларов миллионер. Говорю, мы сейчас вернулись из Америки. И сэгас и варнахмед, той казы сэгас и варнахмед Америка. В Турции надо перекантоваться где-то пару недель. Потом я буду преподавать в Духовной Академии в Стамбуле. Да, и аз му казах, че ни сэга заминаваме за Турция. И ще трябва в Стамбул да преподавам в Духовна Академия. И он говорит, да вообще проблем нет. И той каза, няма проблеми. У меня несколько квартир в Аланье. Имам няколко квартир в Аланье. Заселяйте, живите сколько хотите. Живейте там, колкто си поискате. И мы с Наташей заселились. И нисэ с Наталья сэ изместихме там. Приехали туда на своей машине. Дойдохме там, путавахме там с нашу кула. Но я думал, может не все меня узнали, потому что я там сильно загорел. И всъщност, может быть, не всички ме познават, понеже много тен хванах там. И это при том, что я отбеливался. И това и при това, че си избелвах кожата. Но я там очень много нырял, загорал. Много гмурках се там, хващах тен. Да, нет, но я не хотел загорати, конечно, но так получилось. Не исках да хващам тен, но така се случи. Я даже под водой загораю, когда ныряю. Даже под водата си хващам тен, когато се гмуркам. Ну, просто я настолько переполнен. И толкова съм исполнен. Я думаю, что вы чувствуете, да, вот эту мощь. Сигурно го усещате тази сила, тази мощь. Следващата неделя ще пе, и ще се опитам да ви предам тази мощь. Ну, я хотел бы вам сегодня передать привет из Лос-Анджелеса. Иска да ви избрате поздрави сега от Лос-Анджелеса. Потому что нам, как в одном мультике звучит, а где он привет-то вообще? Да, покажите его. И как-то в една аниматика се казала, ка де ет у вас здрасте, как изглежда? С Лос-Анджелеса к нам прилетел один очень благословенный брат. От Лос-Анджелеса с нас дошел один много благословенный брат. Который играет на многих инструментах музыкальных. Который играет на многих музыкальных инструментах. Поет намного лучше меня. Пеет много по-добре от мен. Это второе Лабертино Лоретти. Това е второе Лабертино Лоретти. Да, я недолго го приглашу, чтобы вы просто его увидели, чтобы знали, кто это такой к нам приехал, прилетел. Че да го видите и да знаете, кой всъщност е пришел при нас. Да поприветствуем Саймон и Кима. Да поприветствуем Саймон. Саймон, come here. What is your name, Саймон? Моя name is Саймон. Много съм благодарен на Бога. За такова възможност. Да посетит такуя прекрасна церковь. Да посетя толкова прекрасна церкова. Аз усещам тази семейна атмосфера тук. То, наверное, сегодня многим не хватает людям, чувствуете теплоту, им липсва. До усещи, что такова семейна апостановка. Благодарение на пастора Сайтихта за любовь. Я не чувствую себя гостем. Ясно, сет чувством, как гост. Это как семья. А сет чувством как-то в семействе-то. Слава Господу, что любовь Божия распространяется. Слава на Бога, че Божия та любовь се распространява. Да. Все. Спасибо большое. Саймон, кстати, тоже пастор. Саймон, слышно, что я пастор. По-корейски Моксаним. По-корейски Моксаним. Поэтому не стесняйтесь. Он приехал помогать поднимать нашу группу прославления на новый уровень. То есть, в слышно, что я дошел до воздига наша группа на хваление на нового него. Он может поставить так хорошо ударные бас-гитару, ритм-гитару. Може да воздигне и пас-гитарата, и парабаните. Я вот хотел, вот, спасибо пастор Саймон, что сказал про семейность в нашей церкви. Исках и да кажа благодаря на пастор Саймон, че каза за семейната обстановка в нашата церква. Вот поверьте, вот для меня это драгоценнее всего. Для меня, может быть, в церкви намного дороже семейна атмосфера именно. За мен в церкви най-ценното е семейната обстановка, атмосфера. Понеже в големите церкви тази атмосфера може да се изгуби. Это вот сохраняется именно в таких небольших церквях. И това всъщност се пази в по-малките церкви. Я знаю, что наша церковь придет время, ран или поздно она вырастет. И знам, че по едно время нашата церкова ще стане по-голяма, ще порасне. Мы расширим свои шатри. Ще расширим нашите граници. Здесь у нас уже достаточно пастори. Тук вече имаме достаточно пастори. Мы с Наталия тронемся дальше. С Наталия ще заминем нататък. Открывать церкви в Турция. Да отваряме церкви в Турция. Нас ждет Иран, Ирак. Уже очень много миссионеров готовы. Вече много миссионеров готовы. 69 миссионеров готовы, чтобы войти в Северна Корея. Было 50, сейчас уже 69. Съвсем недавно Лавров разговаривал с Ким Чи Нином, президентом Северной Кореи. И знаете, вообще это феноменально то, что сейчас происходит. Миссионеры готовы, а Ким Чи Нин приглашает первых туристов в Северную Корею, и открывает первый горнолыжный курорт, и морской курорт, и морской курорт. Говорит, пожалуй, со границы открыты приезжайте к нам. Границите са отворени за първи път през цялото време, което е президентствовал, той кани хората отстрани, за да дойдат и да си почиват в Северна Корея. Скажи слава Бога. Понеже Северна Корея, искам да кажа, че е най-страшна държава, което вече няколко път съм казвал. Ако на корейца в тази държава намерят Евангелие, без суда и следствие, его через два-три дня его разстрелят. Можете ли да си представите това през 21 век? Вас казнят, вас да ви убият, за това, че читаете Евангелие. Насколько опасна ета книга? Насколько ненавидит ету книгу дьявол? Колко е мрази тази книга дьявола? И его приспешники. И неговите подчинени. И аз, като корейц, за мен Северна Корея също е мечта. Это земля, въжделенная. Това е в... Искана земя. И я прямо то увидел. Аз го видях направо. И я помил, что в Казахстане, когато граници ще були закриты в СССР, когато границите на Казахстан бяха затворени през СССР, и вот наступает перестройка, и започва пристрояването, и железный занавес рухнул. И започва демократия, и железната завеса е паднала. И начали приглашать первых мисионеров-проповедников. И започнаха да канят първите мисионери-проповедници. И я помню, что в наш город приехал Били Грем. И аз се сещам, че в нашия град дойде Били Грем. Един от самых невероятных проповедников. Един от най-невероятните проповедници. Он проповедовал на екран, транслировали, но показвали его вовсю величину. Той проповедовал, а на екрана са показвали него в цялата му ложина. Расказвал про свою знамениту историю, как он в детстве увидел муравьев. И той разказвал за знаменитата си история, как, като е бил малък, е видял муравки. А у нас такая бедна си нищета вообще была. А ние бяхме толкова бедни. И большая жажда. И голяма жажда имахме. Каждая слово из его уст ме просто вот так проглатывали. Всяка дума от неговата уста сме приглаштали. Слава нашему Богу. Слава на нашия Бог. За то, что сейчас мы можем войти в Северную Корею. Наконец-то. За то, что най-накрая можем да влезем в Северную Корею. Для меня это просто как елей на сердце. За то, что за мен е като елей на сердце. Давайте мы прославим нашего Господа. Да прославим нашия Господь. Я представляю, сегодня у нас будет служить пастор Роман. Аз ви представим пастор Роман, който ще служи днес. Давайте поприветствуем пастора Романа. Всем общий привет. Здравейте на всички. Как вы себя чувствуете? Как се чувствате днес? Все выспались? Всички ли са се наспали? Супер. Супер. Это очень важно. Това и много важно. Чтобы принимать информацию. Да приемате информацията. Да, слава Богу. Слава на Бога. Что в мире открываются очень многие двери. Че в света се отварят повече в раци. И хотел с вами сегодня поговорить. Исках днес да поговоря с вас за това. На одну очень важную и интересную тему. На много важна тема. Задумывались ли вы когда-нибудь о своей жизни? Замислили ли сте за ваше живот? Анализировали ли вы ее? Анализировали ли сте свое живот? Свое прошлое, свое настоящее. Своето минуло, настоящее. Да даже свой день, вот как он прошел. Своя ден, как е минул. Свои действия, что вы делали. Своите действия, какво сте правили. Что у вас менялось. Какво сте променило. И знаете ли, я когда вот об этом задумался. И знаете ли, аз кугато се замислил за това. Я понял, что в принципе наш день, наша жизнь. Разбрахче наш ден, наш живот. Состоит из постоянного выбора. Состоит постоянно от избори. Мы постоянно сталкиваемся с ситуациями, где нам что-то нужно выбирать. Постоянно се сблазваме с ситуацией, где-то треба да избираме нечто. Во сколько проснуться? Что покушать? Что одеть? Что сделать? Колко достанем? Какво доправим? Задумывались ли вы о том, что привело вас к тому, что вы сегодня имеете или не имеете, и кем вы стали? Замислили ли сте се? Что вас привело к тому, кем вы стали, и что вы имеете? Что вы довело к тому, как вы станете, как вы имете или как вы не имете? По сути, это все череда определенных выборов. Тва вслышностей поредится от избори. И все мы знаем, что Бог нам дал свободу выбора. И не знаем, что Бог не дал свободу на избор. И от этого можем понимать, что то, что мы выберем, И оттам можем да разберем, что това, което изберем, И результат этого выбора — это наша ответственность. И результат на този избор — это наша отговорность. Соответственно, и плюшки наши. Всъщност, и наградите са наши. Но и шишки наши. Но и загубите са наши. И вот примерная схема, я нашел, порылся в интернете, как выглядит вот наша жизнь по выборам. Это упрощенная просто в миллион раз, чуть-чуть слишком увеличила. Где синенькие, это вот, скажем так, мы. Желтенькие, оранжевенькие, это там выборы, результаты выборов. Желтото, оранжевото, червено, това, което сме избрали. И в конце видите зелененький и красненький квадратик. И в крае виждате зелен и червен квадрат. Где одно это рай, другое это ад. Където одното е рай, другото е ад. И виждате много стрелки, что определенный выбор приводит к определенным решениям. Но опять же повторюсь, это упрощенное просто в миллион раз. Потому что в реальной жизни этих квадратиков очень много. И стрелочки не только идут вперед, они идут и назад. Все зависит от нашего выбора. И изучая Библию, и жизнь героев, ты понимаешь, что все они сталкивались с выбором. И с последствиями своих выборов. Царь Давид, возьмем один из примеров. Когда он выбрал, что он хочет жену генерала. И послал его на смерть. И спратил на смерть. И он сделал свой выбор. И от этого были свои последствия. И това имало свои последствия. И ово возьмем. И ово да вземем. Он сделал свой выбор. Несмотря на все проблемы в своей жизни. Не поглеждайки, вопреки всичките проблеми, които са му се случили. Он не хулил Бога. И были свои результаты. И имал свои результаты. Пророк Иона. Пророк Иона. Который всячески бежал от Божьего приказа, скажем так. Които по всички начини е бягал от заповедите на Бога. И все мы знаем, где он оказался. И всички знаем, къде се е оказал. Ему еще мы вернемся. Към него ще се върнем по-късно. Давайте откроем Третью книгу царств. Дотворим Третью царству. Третья глава с 9 по 15 стих. Третья царе. Третья глава. Третья глава. Девятый, пятнадцатый стих. Девятый стих. Даруй же рабу твоему сердце разумное, чтобы судить народ твой и различать, что добро и что зло. Ибо кто может управлять этим многочисленным народом твоим? И благоугодно было Господу, что Соломон просил этого. И сказал ему Бог. За то, что ты просил этого, и не просил себе долгой жизни, не просил себе богатства, не просил себе душ врагов твоих, но просил себе разума, чтобы уметь судить. Вот я сделаю по слову твоему. Вот я даю тебе сердце мудрое и разумное, так что подобной тебе не было прежде тебя. И после тебя не восстанет подобной тебе. И то, чего ты не просил, я даю тебе и богатство, и славу, так что не будет подобного тебе между царями во все дни твои. И если будешь ходить путем моим, сохраняя уставы мои и заповеди мои, как ходил отец твой Давид, я продолжу и дни твои. Вот тут мы видим, что выбрал Соломон в молитве Богу. Какво избрал Соломон во своя молитва ко Богу. Ни богатство, ни славу. Ни богатство, ни славу. Он выбрал мудрость. Избрал и мудрость. И в принципе, и по принципу, для принятия правильных решений в жизни, за приемление на правильные решения в животове, всем нам нужна мудрость. На нас всички не треба мудрость. И еще так же чувствовать Духа Святого. Эти вещи очень помогают делать правильные выборы. Тези неща много помогат да се прави правильный избор. Но есть еще вещи, которыми очень важно обладать каждому из нас. Но все что има и другие важные неща, които всеки от нас трябва да има. Поскольку очень важно иметь и смирение. Понеже многое важно да имаме и смирение. И отсутствие гордости. И отсутствие на гордосте. Что не всегда выбор может быть настолько очевидным. Че не винаги избор може да бъде толкова очевиден. Не всегда ты выбираешь над легким и трудным. Не винаги избираш между лесното и трудното. Иногда над трудным или еще более трудным. Понякога между трудното и много трудно. Не всегда выбор, который кажется очевидным. Не винаги всеки избор, который кажется очевидным, он является правильным. То есть являва правилен. От приведу в один пример из жизни. Одна молодая девушка начала ходить в церковь, молитвенные домашние служения, она искала Бога, и на протяжении нескольких месяцев она ходила, были видны результаты и изменения в ее жизни. Но, понятное дело, что старая жизнь или мысли, они оставались у нее. Естественно, она пыталась развиваться, развивалась не только читая Библию, что для нее на тот момент это не был таким авторитетом. Но, всъщност, развиваясь, она и находила определенный курс для развития. И она поделилась с этим с одной сестрой из церкви. Но в этом курсе было одно но. Но в този курс имало одно но. Там, вот насколько я помню, там, доколкото се сещам, что-то было связано с медитациями. И имало нечто связано с медитацией. И вот, афирмациями. И афирмации. И вот, представьте себе ситуацию. И представьте себе ситуацию. Вот к вам обращается человек. К вам обращается человек. Ну, рассказывает вам, что вот он там записался на курс. И поделился вот, что там есть вот разные афирмации, медитации и прочее. И поделил, че има различные медитации, афирмации, другу. И, казалось бы, выбор тут очевидный, что говорить и что делать. И, соответственно, сестра подумала, что она сделает правильный выбор, если просто ей запретит это все делать. Что, нет, это все плохо, это нельзя, только Библия, ты ошибаешься, ты делаешь грех и так далее. Что, нет, ты всъщност правишь неправилното, не го гледай, само Библия гледай, грешишь в момента, не го прави. Ну, вот, с одной стороны смотришь, ну, это логичный выбор. И, всъщност, со стороны гледаешь, това и логичный избор. Правильный. Правилен. Ты оберег человека от неправильных действий. Упазил си човека от неправильните действия. Но проанализировал ли ты ситуацию? Но анализировал ли си ситуация? Человека. Човека. Подобрал ли правильные слова? Намерил ли си правильните думи? И так оказалось, что девочка, которая записалась на эти курсы, на тот момент была очень свободолюбивой. И вот эти запреты, наоборот, для нее были как вызов. И наоборот, вызывали у нее желание еще больше это делать. И данная ситуация привела к тому, что девочка обиделась, сказала, что все христиане узколобые, что нельзя найти решение своих проблем только в Библии, и ушла. И намного сейчас сложнее до нее достучаться. Потому что есть горький опыт. И знаете, вот в работе с молодежью сейчас служение, я понял такую вещь, особенно в эпоху нашей информации, когда очень много, что очень опасно человеку запрещать и просто уничтожать его мир, как он жил до этого. И че много опасно да уничтожаваш и да забраняваш, да му забраняваш и да уничтожаваш света, който е бил около него. Поскольку его фундамент, скажем так, построен на этом, понеже неговия фундамент е построен вверху това. И вот информация, которую вот эти запреты, которые даешь ты, и всъщност тези забраня, които ти даваш, они больше отторгаются. Те повече се отблъскват. И ты теряешь возможность донести до человека действительно истину. И губишь возможность да носишь истината на человека. И для этого очень важно подготовить эту почву. И много важно първо да подготвиш всичко, този фундамент. И действительно вот в таких случаях мудрость И всъщност в тези моменти мудроста очень сильно помогает. Много помага. Потому что ты найдешь нужные слова, нужный подход к человеку. Понеже ти ще намеришь нужные думы, нужный подход к человеку. Что это не будет как приказ. Че това няма да бъде като... Приказ. Заповед. А будет как совет. А ще бъде като совет. И особенно вот с... Но с молодежи я вот заметил. Особенно с молодежите това го забелязах. Что лучше всего свое общение, диалог строить так. Че най-добре е своето общувание, своя диалог да построяваш по този начин. Чтобы к нужному тебе выводу он пришел сам. Че к нужния извод той достигни сам. И тогда у человека не сложатся впечатления о том, что его заставили. И тогава човека няма да има усещание, че сякаш се го накарали да го направи. А что он сам к этому пришел. А че той сам и стигнал до това. И вот я говорил про то, что очень важно смирение так же. Я сговорил за това, колко многое важно смирение то. И отсутствие гордыни. И отсутствие на гордосте. Потому что по мере нашего духовного развития. Понеже колкото повече се развивам и в духовный смысл. Вот мысль о том, что ой, я все знаю. Мислите за това, ой, а сичку знам. Я все понимаю. А сичку разбирам. Я на 100% уверен, что будет. 100% сам сигурен, как вожди има. Я на 100% уверен, как человек отреагирует, как он поступит. 100% сам сигурен, как человек поступит, как реагирует. И это большая ловушка для самих нас. И това всешность гулямка панза самите нас. Знаете ли, как Грибоедов писал в «Горе от ума»? Знаете ли, как писатель Грибоедов и писал в... Произведение «Горе от ума». Да, но она была, кажется, она такая пуча. Мэка от ум. Во произведение «Горе от ум». Что судьба проказница с Шалуни распорядилась так сама. Всем умным, всем глупым радость от безумия, всем глупым горе от ума. Някак по поэзии. Да, някак по поэзии. Слышно, сега от ва беще цитата книга, да? Да, что действительно очень часто бувае так, что чрезмерное наше мышление, размышление... Че всъщност, когато прекалено много се замисляме, размышляваме... Зачастую мешает нам что-то делать. Често ни пречи да направим нещо. Особенно, когда что-то идёт не по плану. Особенно, когато нещо върви не по плану. И я понял, что очень важно помимо вот мудрости... Чувствование Духа Святого. Очень важно прокачивать умение импровизировать. Вот вам пример. Год назад мы молодёжью были на молодёжном лагере в Солнечном берегу. Преди една година с младежите и младёжкото служение бяхме в лагера на... Помогали организовывать. Солнечный берег. Помогахме да се организировали. И вот главные организаторы... И главните организатори... У них, ну, есть хорошее... Они очень хорошо всё организовывают. Много добре организират всичко. Но у них есть такая проблема, что если что-то идёт не по плану... Но има един проблем, что когда нечто върви не по плану... У них есть такая проблема с импровизацией. Имат проблем с импровизацией. А у нас, как зачастую, нет план на действие, мы страшны в импровизации. А ние, всъщност, никога нямаме план на действие, само рассчитаме на импровизацията. И вот такая ситуация, что у нас конферентный зал... И има тази ситуация, имаме конферентный зал... Имахме около 50 младежи... Большинство из них были ребята неверующие... Повечето от там са били неверующие хора... И в конферентном зале нету стульев... И в конферентном зале няма столове... Вот все заняты... Всички те са за эти... И у организаторов, естественно, паника. Что будем делать? И организаторите започват да имат паника. Какво да правим? Ну, а мы приехали... Нас поставили ответственными за развлекательную часть. Мы приехали на веселе. А не дойдохме, на нас не порочиха да забавляваме хората. И не дойдохме такива забавни, са забавно настроение. И мы видим в углу зала есть такие маты, которые складываются как пазлы. Че в угла на зала има одни матове, те стават като един пазл. Могат да се сглубят. И мы говорим, мы же молодежь. И не казваме ни на листы молодежи. Давайте их сейчас на пол постелим, сложим. Дайте да ги сложим сега на пода. И все будут сидеть на полу. И всички да сидят на пода. В начале организаторов это просто как токам шандарахнуло. В смысле. В началото организаторите това ги удари всякаш ток. В смисъл. Они где-то час-полтора сопротивлялись. Около час-час и половина са се сопротивлявали. Искали стулья. Търсили са столове. Нигде не нашли. Никъде не ги намериха. И таки, ну ладно, на сегодняшний вечер пускай будет так, а завтра мы обязательно найдем стулья. И казаха, айде за тази вечер, да устане така, обаче заутр ще намерим повече столове. И в итоге вся молодежь приходит в конферентный зал. И всички те молодежи идват в конферентный зал. Им говорят, садитесь на пол. И им казват, сядайте на пода. И знаете, какая радость была у всех? И знаете ли, колко радост имаха? Они сидели, они лежали. Те всички лежаха, сидяха. И столько было у них радости. И толкова радост имаха. И это сыграло для них даже лучший эффект. И това всъщност имало даже още по-добрый эффект върху тях. Потому что зачастую лекции затягивались. Понеже много често лекции те се забавили. Что для молодежи это зачастую бывает критично. Което за молодежи може да бъде критично. И ты там последние 10-15 минут можешь в телефоне сидеть, у тебя все тело затекло. И последние 10-15 минути можешь да сидишь в телефоне. Тялото ти тяло вече не го усещаш. И упускать очень важную информацию. И могат да пропускат много важную информацию. А тут наоборот. Если тело затекло, ты лег. А тут обратно. Когато не си усещаш тялото, можешь да легнешь. И в принципе сидя вот так на полу на этих матах, ребята не замечали времени. И всъщност когато са сидяли на тези матови върху пода, те не са забелязвали течението на времето. И они действительно слушали, что им говорят. И наистина слушаха това, което им се е казвало. И это действительно сыграло свой положительный эффект. И изыграло и положительный эффект. И вот был выбор. И тук имахме избор. Ходить, паниковать, искать все стулья. Да търсим сега на всякате столовите. И упустить очень много времени и в принципе найти их. Да изпуснем много времени и да ги намерим. Понеже аз съм сигурен, че имаха возможность да ги намерят. Но принесли ли бы они действительный результат. Но им... Штеш ли да има результат това? Или пример еще один из тоже молодежного лагеря, только уже нами организованного. И още един пример от молодежкия лагеря, обаче организиран от нас вече. Мы много лет организовывали лагеря на одном и том же месте. Много години сме организирали лагеря на едно и също място. Шикарное место. Много хубово място. Лес, пляж, все рядом. Гура, пляж, всичкое наблизу. И тут в этом году мы приезжаем, смотрим, а его выкупили. Тази година утивами и гледами, а, а мото есть купено. А другого подобного места мы не знаем. А другого подобного места ни не го познавами. Что мы гледали, а что мы будем заморачиваться? Ну ладно, в следующий год мы... Ну мы пытались договориться, но там в эти даты с ними был рок-концерт, мы поняли, что, ну, типа, ну, не наш формат. И те всъщност казаха, че на същите даты, които не ще ходим, ще има рок-концерт, че няма как да стане. И в принципе, что был выбор? Ну ладно, в следующий год сделаем, заранее с ними договоримся, арендуем это место. И по принципу, как ви се изборите? Първее, добре, другата година ще си договорим со сях от порано, ще вземем това место, поднаем. Нет, но мы сделали выбор, что мы, молодежи, этот лагерь организуем. Не, не, направихме избора с младежды, че този лагерь ще го организираме. Слава Богу, есть Google Maps. Слава на Бога, чему, Google Maps. И есть там фотографии со спутника. И там има снимки от спутника. И мы просто смотрели все побережье. И не приглядахме цялото краебрежье. И фотографиями со спутника пытались логически подумать, ну, что может подходить под наше место. И со снимките от спутника, не с нашими мыслихме, какво может быть подходящо место за нас. И вот так ездили, ездили, ездили по этим точкам. И путувахме по тези точки, които си набелязахме. И слава Богу нашли. И слава на Бога намерихме. Место намного, намного лучше предыдущего. Много по-добро место от миналото. И организовали просто невероятный молодежный лагерь. И организирахме невероятен молодежкий лагерь. И вот так же, выбор привел к определенному результату. Но это все наши умения, способности, не дают нам гарантии, что мы всегда будем выбирать только правильно. Но всъщност всичките тези умения никога няма да ни дадат гарантия, че сме направили точно правилен избор винаги. Мы люди. И мы склонны к ошибкам. Склонны сме к грешките. И давайте откроем Евангелие от Иоанна. 18 глава, 10 стих. Симон же Петр, имея меч, излег его и ударил первосвященного раба, и отцок ему правое ухо, имя рабу было Малх. Все мы знаем эту историю, когда Иисуса пришли арестовывать. Всички знаем тази история, когато дойдоха да арестовывают Иисус. И Петр выхватил меч и отрубил ухо человеку. И Петр взял меча и утрязал ухото на човек. Но Иисус сказал, что нет, так нельзя, и исцелил человеку обратно ухо. Но Иисус и сказал, что не может быть так, и исцелил ухо на человека. У Петра был выбор. Но Петр имел избор. Стоять на месте, ничего не делать, когда пришли арестовывать спасителя? Да стои на одно место, Петр имел избор, да стои на одно место, когато дойдоха да арестовывают спасителя. Или же вступиться за него. Или всички да се застъпи за него. Задумывались ли вы, как бы вы поступили на месте Петра? Замислили ли сте се, как бы вы поступили на неговото место? Лично я задумывался, и даже зная, что сделает Иисус, что скажет Иисус, и аз даже сам се замислил, и зная, какво ж ти кажи, какво ж ти направи Иисус след това? Я бы все равно поступил бы так же, как Петр, вот если говорить честно. Аз бих поступил, послышний начин, както Петра поступил, ако говорим честно. И это неправильный выбор. И това неправильный избор. Но это вот наше уже людское. Но това е нашето човешко. Вы меня все, ну большинство из вас меня знают. Повечето ме познават. Знают, что я спокойный, жизнерадостный, веселый. Знают, что съм спокойный, жизнерадостный, весел. Но внутри я очень вот так воинственный. Внутри съм много воинственный. Мне нравятся разные боевые искусства, я там тренируюсь, занимаюсь. Харисам боевые искусства, тренирам. И знаете, сколько вот мне иногда хочется настучать кому-то по башке, когда говорят что-то плохое про Библию. И знаете ли, колко искам да ги набият тези хора, когато говорят нещо лошо за Библия. Когда мне говорят, ой, там ваша церковь, вы сектант, у вас столько деньги забирают, вы зомбированы. И когато на нас не казат, ой, ама то ваша церковь, вы сте сектанты, само ви взимат парит и там нищо не знаете. Дурачки такие. Много сте глупови. Знаете, вот хочется взять человека на британский флаг порвать. Искам просто да сказам човека. Но я вот, ну, последние годы начал действительно думать, а что бы сделал Иисус на моем месте? Что бы выбрал Он? На последние години започнах да се замислям, какво Иисус би направил на моето място, какво би Той направил. Я беру вдох. Аз дышем. Прошу у Бога мудрости. Молям мудрость от Бог. И пытаюсь человеку объяснить. И се опитувам да объясням човека. Потому что прям, ну, зачастую бывают прям до невозможности. Понеже понякога от вам се сдържам. Вот пример, допустим. На днях я смотрел видеоролик. Като пример. Наскоро съм гледал един клип. В одной из стран постсоветского пространства недавно парень вышел проповедовать Евангелие на улицу. В едната от страните на постсоветското пространство едно момче излязло да проповедовать Евангелие на улице. К нему подошла бабушка. Ко мне гое дошла една баба. Попросила запомолиться за ее исцеление. И гое помолила да се помоли за ней на то исцеление. Но потом начали подходить разные люди. И после започнах да идват различний хора. Толкать их. Да ги блыскат. Отбирать колонку. Да взимат тон колоната. Обзывать их, типа, что вы тут делаете, зачем вы вербуете людей в свою секту и так далее. Да им секарат ви всешно за какво гикарате тези хора да утиват в вашта секта. Их подошло прям, ну, молодые ребята несколько подошли, таки начали отключать колонку, переворачивать ребят, чимить. И дойдоха всешно следними, няколко младих хора започнаха да ги закачат, да им взимат тон колоната. И знаете, я вот это вот смотрю по видео. И я с того гугледам на видео. И я такой, ёп. Там бы не сдержался бы. И аз се замислям че аз нема ще да се сдержам там. А ребята молодцы. Обаче там молодежите браво на тях. Они все вырулили и дальше себе проповедовали Евангелие. И злезли са в тази ситуации и продолжавах да проповедуват Евангелие это. Вот из девяти случаев из десяти. Девять случаев, десять. Вот в такой ситуации я бы, скорее всего, не выдержал. А са в подобной ситуации не бих издержал. Может быть, в одном я бы спросил у Бога, там, дай мудрости и смирение в сердце. Может быть, в единято тези случаи бих помолил Бога за мудрость и за смирение в сердце. Но вот на примере, ребят, они сделали выбор. Но на този пример на тези младеши. Те са направили избор. Они не стали отвечать агрессии на агрессию. Не са отговаривали с агрессия на агрессия. Потому что, знаете, вот я как вырос из села. Понеже как-то съм отраснал в селото. И подобно, вот, типа, ты промолчал. И всъщност подобно, только когда ты замолчал. Сразу бы прилетела, терпила. Също, что тебе кажут? На болгарски не знаю такое слово. И вот, и это внутри все равно во мне бы гложило. И всъщност в момента ваше течение станет на неприятное чувство. Но вот что бы было бы, если б я, скажем так, пошел бы против христианских принципов и дал бы в ответ? Бача, какво бе бе се случил, ако бих проварвял против моих христианских принципов? При большом количестве свидетелей. Тази ситуация, при гуляму количеству свидетелей? Заявление. Слышно, заявление того в полиции. Судебное дело. Судебное дело. И что, ну, это не так страшно. Твоя не толку страшно. Поскольку это административка. Конечно, твое административное наказание. Но самое главное, мы бы этих людей от себя отпугнули. Но найважно то, че тези хора бихме гискал... Отблоснали от нас. Вы представляете, я ударил бы человека. Представите себе, аз ударил бы человека. Даже если он не прав. Даже если он не прав. А потом ему такой, приходи к нам на молодежку. А после мы указываем, ила на молодежку до служения. Нет, это так не работает. Нет, това не работает такая. Но, очень, знаете, иногда обидно, когда твою доброту принимают за слабость. Бачи, многое обидно, когда твоя доброта и мыслят за слабость. И когда появляются какие-то конфликтные ситуации. И когда появляются некие конфликтные ситуации. Я молюсь. Аз се моля. И прошу у Бога, чтобы он успокоил этих людей. И моля Бога, Бог да успокоит эти хора. И знаете, зачастую люди успокаиваются. И в поводчатых случаях хора-то себя успокоят. А иногда они успокаиваются. А по някуге не себя успокоят. И я, знаете, в свои действия, вот тоже раскаюсь перед вами. Я сошно со своими действиями всегда, что я раскаюсь с вас. Оправдываю тем, что это, ну, лезь животворящей. Я сошно управдаваю эти действия, читавая... Чтоб человек успокоился. Уживявашт шамар. Ну, примерно так, да. Потому что, знаете, вот лично я в своей голове это представляю, как у человека, знаете, как в фильмах или мультиках, на одной плече ангелочек, на другом чертенок стоит, и каждый ему что-то говорит. Лично аз представим всякой той в анимации, которую на одну тура ему имя дьявола, на другую от ангела, и нечто ему указывает. Если он послушает ангела... И че той, ако послушает ангела... Все мирно решится. Всичко ще се разреши мирно. Если он послушает дьявола... Ако послушает дьявола... То надо его сбить с его плечами. То треба да го примахнем от рамото му. И вот пример, допустим. И пример видавам. Из жизни. От живота. Я гулял со своей собакой. Разхождах се с моето куче. Вечер. Вечерта. И очень часто... И много часто... Ну, поскольку мы по району гуляем, ты всегда собачника встречаешь ежедневно. Понеже когато се разхождаш с кучето, ти срещаш други хора с кучето ежедневно. Особенно когато има режим. И вот я, собака, гулял-гулял, и мы возвращаемся обратно. И аз се разхождах с кучето, и ние се връщахме обратно. И навстречу нам идёт мужчина. И насреща ни върви един мъж. С двумя собачками. С две кучета. И я его каждый вечер видел. Аз всяка вечер съм го виждал. И тут он что-то говорит по телефону. И той така върви, говори нещо по телефону. А у него две маленькие собачки. А той има две маленькие кучета. А у меня большая. А не има голяма куча. И он спокойный. И той спокойный. А эти маленькие агрессивные жести. А тези малки са много агрессивнее. И вот мужчина разговаривает по телефону. И мъжи говори по телефону. И эти собачки бегут на мою собаку. И тези кученца бягат к мою кучу. А у меня собака, несмотря на то, что большая, еще ребенок, он трусливый. И он, наоборот, отбегает от них назад. А эти маленькие собачки этого мужчины потянули его очень резко вперед. И у него упал телефон. Он начал поднимать, ругаться. Кричать. Зачем ты пошел сюда? Надо было идти там туда. За что си вървял оттук, а ти трябваше да минеш оттам? И аз ему казал, аз трябва да си прибирам в каще. И он произнес такую фразу на болгарском малоумник. И той каза една фраза на болгарском малоумник. Ну это что-то типа дурака. Нечто като глупак. И я такой... И аз направо. Я говорю, зачем вы так со мной разговариваете? За что говорите така с мен? То, что я к вам с добротой не означает, что можно так разговаривать. То, что я с добротой не означает, что можно так разговаривать. А мужчина, ну, от силы там метр восемьдесят, даже может чуть меньше, и килограмм семьдесят. И его дерзость меня удивила. И я подошел вот так еще ближе к нему. И аз ступих по-близу к нему. И говорят, уважаемый, пожалуйста, перестаньте так говорить. А то я не сдержусь. Иначе аз няма да се сдържам. И он ушел. И той си тръгна. Но я иду. Но аз върпя. Но плоть во мне разгорается. Но моята плът започнала да се запалва в мен. Натура человека и села разгорается. Човешката натура на човек от села започва да се... А как так я его оставлю? Вот забор, щас собаку завежу, вернусь. Започва да се запалва и аз си замислям, как ще го оставя? Ей, сега ще върже кучето и се връщам. Как он себе это позволил? Как и позволил подобно нещо на себе си? И я вот просто иду, молюсь, иду, молюсь. И аз вървес и моля, вървес и моля. И мне приходят спокойно. У тя жена, ребенок, служение. И едва ми спокойно. Ти имаш жена, бейбе, служение. Мало ли у человека, но день неудачный? Може би този човек и имал ложден. Не думай об этом, забудь. Не се замисляй за това, забрави. И вот все, я забыл. И аз вече забравих. Прошло полгода. Минало е половин година. Я больше этого человека не видел. Я его, говорю, я не трогал. Но действительно, вот каждый вечер мы с ним виделись. Примерно на одном и том же месте. Но вот прошло полгода, человека, но нету на этом месте. Но сам минали половин година, и немогу человека на това място. И Бог разрешил эту ситуацию. И Бог решил тази ситуация. Я уверен, что он дал ему сердце гулять где-то в другом месте. Сигурен сам, чей Бог мой дал сердце туда, си расхожда, соскучит его в другом месте. Но вот опять же я был перед выбором. Но всў на сас, сэшто сам имал един избор. Где оба выбора в один момент моей злости, агрессии, были правильными. Ну, по моему мнению, на тот момент. Когда и два-то избора, когато сам бил така ядосан, по моему мнению, и два-то избора са били правилни. Потому что внутренне во мне человек из Сла говорил, что надо наказать за эти слова. Понеже вътрешния човек от селото в мене казвал, че ние трябва да се върнем, да го накажем. А Бог во мне говорил, что надо поговорить с человеком. А Бог ми е казал да говоря с човека и да му простя. И все, и как бы имела тут последствия то, что все разрешилось мирно, а ничего нет. И всъщност тук последствия са, че всичко се е разрешило мирно и... Я вот действительно задумывал, санализировал ситуацию, а что было бы, если б я послушал свою плоть? Я всъщност съм се замислил и сам рассаждавал, ако бих послушал моята плоть, какво ще ще достанете? Человек по габаритам в разы меньше меня. Человек, габаритите ему са доста помалки от моите. Плюс, ну он в разы, раза в два, как минимум, старше меня. И поне два пати по голям от мене. Плюс я занимался, у меня есть навыки. И аз сам и тренирал, аз сам тренирал преди, имам навицы. И даже небольшая пощечина. И даже един лек шамар. Могла привести к тому, что человек мог упасть. Може да доведе до того, что человек да падне. Удариться головой об бордюр. Да си удари главата. И до виждане. И до виждане. И тогда что? Тогда бы это вырезало в большие проблемы. И тогава какво? Това ще ще да стане ваше по-голямо проблем. Ну и соответственно, эмоционально было бы тяжело. Эмоционально ще ще да е по-тежко. Поэтому мы постоянно сталкиваемся с такими выборами. Ни постоянно се сблъсваме с тези избори. И бывают так же и другие выборы в жизни. Има и другие избори в живота. Когда тебе кажется, что вот я начну вот это вот делать и у меня будет успех. Когато си мислиш, о, аз това ще го направя сега, аз ти имам успех. Но есть небольшая загвоздочка. Но има едно малко нещо. Что это чуть-чуть противоречит Библии. Че това съвсем маленько пречи на Библията. Что это немножечко может быть там незаконной деятельности. Че может быть малко и незаконно. Но если я этого не сделаю. Но ако няма да го направя. Я буду жить не так хорошо. Няма да живе толкова добре. Но так я сделаю. Я буду отделять десятину. Но я буду служить. У меня будут деньги. Но така ще направя. Аз ще отделям десятака. Ще служа. Ще давам пари. Знаете ли, като сделка с Богом. Знаете ли, като сделка с Богом. Ты вот на это закрой глаза. Ще затвориш на това очи. Но я за той тими деньгами буду столько делать. Но с тези пари толкова много неща ще правя. Но нет. Но не. Результат может быть. Ай-яй-яй. Ой-ой-ой-ой. Резултата може да бъде много лоши. А иногда пройдя трудности. А понякога минаваки през трудностите. То можеш добиться этого успеха. Можеш да си добиеш с този успех. Казалось бы, выбор очевидный. Выбрать легкий путь или сложный путь. Слышност, избор е очевиден. Дали да избереш лег или труден път. Выбираеш легкий. А оказывается, не так уж то он и легкий. Это, знаете, вот как когда Моисей вывел израильтян. То я как-то послушайте, начинал, когда Моисей извел евреи. И они вот дошли до земли обетованной. И состигнули до обетованной земли. И Бог им говорит. И Бог им казал. Вот ваша земля. Это твоя ваша земля. Но есть одна загвоздка. Но има одно нечто. Там живут великаны. Там живет. Исполины. Исполины. Исполине. Надо их победить. Само тревоги победим. И из 12 разведчиков только двое сказали, типа, ес, мы сможем. И само 12 человек, само два заказали. Добре, штигу, направим. Но поскольку их было меньшинство, естественно, евреи выбрали большинство. И избрали избор на поводчету. Выбрали, казалось бы, легкий путь. Избрали са всякаш легкий път. Лет на 40 легкий. За 40 години. А вот Иисус Навин, который говорил нет, у нас все получится. А Иисус Навин, который говорил нет, у нас все получится. Что привело его в будущее? До какого го е довело в будущее? До какого резултат? Он поразил 31 царя. Той поразил 31 царя. Разширил израильские территории, то, как Бог обещал. Разширил и территориите на Израил, както Бог и обещал. И вот череда выборов. И това всъщност поредица от избори. Създает нашу жизнь. Създава нашия живот. И это зависит от нас. И това зависи от нас. И обвинять как-то в этом Бога, если что-то идет не так. И всъщност да обвиняваме по някакъв начин Бога, когато нещо не върви по план. Это немножко некрасиво. Това малко некрасиво е. Потому что нужно уметь брать ответственность на себя. Понеже ти трябва да умееш да вземаш отговорността върху себе си. Вот я сегодня говорил, вспоминал пророка Иону. Днес аз съм вспоминавал пророк Ион. И вот как он оказался в такой своей безвыходной ситуации? И той как се оказал в тази безысходна ситуация? Он бежал от Бога. То и бягал от Бога. От всячески, от его поручений. По всякакъв начин от неговитей заповеди. И его съел кит. И кит го и взял. И это, кстати, еще один пример, что из любой ситуации есть выход. И това всъщност пример, че от всякакой ситуации мой исход. Знаете, я часто общаюсь с людьми и иногда слышу от них, что «Ой, у меня не было другого выбора». Често аз съобщам со с хора и чувам от тях «Ой, аз нямах друг избор». Но вот ситуация с Ионой показывает, что нет. Выход есть из любой ситуации. Ну, кроме когда там тя закапывает уже крышка гроба и там, довиждание. Но всъщност, от тази ситуация с Ион можем да разберем, че винаги има исход от ситуацията, освен когато вече капак... Как? Конец, короче. И когато капака на гроба се затваря и вече... Чао. И вот съел кит. И кит го е взял. Он подумал там. Той там е помислил. Господь и сказал, Господь, я согласен, я иду. Господи, аз съм согласен, отивам след Тебе. И многие считают, знаете, что это наказание от Бога. Или когда в жизни случается что-то не так, ой, это меня Бог наказал. И повечето се замислят, че твое наказание от Бога, че когато нечто ми се случва, а то Бог ми наказал. Но надо смотреть особенно на ситуацию с Иона и с другой стороны. Но они всъщност трябва да гледаме ситуацията по друг начин, както с Иона беше. Вот представляете, сколько у него было отвлекающих факторов вокруг него? Представите ли си, колко рассеиващих факторов имало от страны? А в ките не было? А в ките не было? Ну, может быть, первые 10-15 минут. Может быть, первые 10-15 минут. А потом он смирился. А после се смирил. И в итоге все закончилось хорошо. И во вкрае всичко приключило доброе. Кстати, вы знаете, что ученые пытались, не пытались, они проводили эксперимент. Знаете ли, че учените направили один эксперимент? Пытались доказать, что Бога нет, что Библия вымышленная книга, что это все неправда. Упитывали соседа докажет, че Богу не ма, че Библия измысленна и так на татарах. Один из ученых хотел доказать, что невозможно человеку выжить в том, когда кит его съест. И искал да докажет, че когато кит изъеде человек, няма как да уживее. И, соответственно, показав, что это вымысел, значит вся книга вымысел. И, соответственно, да покажет, че това измислятся, соответственно, и книгата измислятся. Но каково было их удивление? Но те колко изненада не бяха. Когда их результаты привели к тому, что нет, человек может выжить. Когато техните результаты доказаха, че человек может да уживее в кит. Да, у него будут определенные ожоги химические из-за желудочного сока. Да, что има, может быть, някакви химични изгаряния, понеже минал през киселените. Но кит отторгнет человека, потому что, несмотря на свои размеры, он питается планктоном. И организм как бы привык к тому, что еда маленькая, не такая большая. Спойлирую вам, этот ученый уверовал в конце. И вот знаете, вот по жизни, особенно начиная свою христианскую жизнь, когда я делал правильные выборы, но жизнь все равно была у меня сложной, я всегда это воспринимал, о, это меня Бог наказал за то, за то, за то, за то. Хотя, ну, написано, Бог нам прощает. Вопреки, че пише, че Бог не прощава. Если мы какие-нибудь испытания оцениваем как наказание, и не вслышно саку някакое испытание, ги оценяваме като наказание, то это и будет для вас наказание. То давай ищи бери наказание за вас. Но Бог допускает какие-нибудь сложные ситуации в нашей жизни. Но Бог допускает някакви тежки ситуации в наше живот. Не то, чтобы нас наказать, ну, за что-то там. Не за да ни накажи за нечто. А наоборот, чтобы мы извлекли урок. А за да извлечем урок от того. Вот в биатлоне. То как-то в биатлон. Вы знаете, это на лыжах, с ружьем за спиной. Давай носки, с суражей отзад. И в определенный момент им нужно целиться по мишеням, стрелять в них. И в определенном моменте треба да се целят к мишеням, да стрелят по тях. Есть пять мишеней. Има пять мишеней. И у тебя восемь выстрелов. И ты имашь восемь стрелов. Но если из этих восемь патронов из этих восемьи выстрелов ты промазал. Осемь патрона има. И те убачи, какого-то осемь истрела неси и попаднул. Ты идешь на штрафной круг. Ты уйдешь на оштейный круг. Соответственно, теряешь время до финиша. Губишь время до финиша. И вот так же, в принципе, я вот реально как в жизни. Ты где-то можешь пройти штрафной круг. Некогда, может быть, ты именешь оштейный круг. Не для наказания. Не за наказание. А для того, чтобы ты извлек урок и стал лучше. А для извлечащего урок и да будешь по-добар. Чтобы в следующий раз ты все попал точно. Че следващий път да попаднеш точно. Вообще, если честно, меня удивляет, как в биатлоне можно прийти вторым. И всъщност, много ме изненадва, как в биатлон можешь достигнешь вторым. Когда у тебя ружье за спиной. Когато имаш ружье отзад. Там же главное правильно попасть. Потому что важно тебе да попаднеш правильно. И ответственность. И отговорность. Очень важно брать ответственность. Многое важно, да взимаме отговорность. За все свои решения. За всички наши решения. И знаете, когда бывают сложности, сложные решения, надо его сделать. Молиться. Получать мудрость от Бога. И делать. Знаете, есть люди, которые сталкиваются перед сложными выборами. Могут проанализировать каждый исход. Примерно, как это будет выглядеть. Могут анализировать всякакви поступки. Следите. Горь и долу да преценят. И выбирают ничего не делать. И избират нищо да не правят. Чтоб не ошибиться. За да не направят грешка. Но не ошибается тот, кто ничего не делает. Знаете, такую фразу. Но не греши този, който нищо не прави. Но она тоже немножко не точна, потому что тот, кто не делает, тоже ошибается. Но тази фраза не е много точна, понеже този, който не прави нищо, също не е прав. Потому что выбрать ничего не делать, зачастую, но это тоже выбор. Ты можешь упустить огромное количество возможностей. Пример. Вот у нас молодежное служение. Слава Богу, пастор Андрей его начал. Передал нам. И вот у нас был выбор. Дальше, спокойно, каждую пятницу, собираться. Своим кругом общаться. Периодически звать друзей. Но если они согласны, хорошо. Они согласны, ну, значит, не время. Понравилось им у нас, хорошо. Не понравилось, ну, значит, еще не готов. Ну, вот мы сделаем. Мы же проводим молодежь. Хорошо. Мы же ничего не делаем. Или же или помимо этого, вот как мы сделали игры по субботу. Куча игр в течение недели. Там волейболы, футболы. Постоянно имя никакие игры пресс-эдмисты. Волейбол, футбол. Выезды, поездки, шашлыки, достопримечательности. Барбекю. Некогда доходим. На лыжах кататься. До карамиски. Лагеря. Лагеря доорганизираме. И так далее. И такая на татах. Очень много. Много. По секондам ходить. А. По Макдональдсам. Да, да, си расхождам и секонд-хенд, Макдональдси. И, казалось бы, вот, выбрать, мы просто будем делать молодежку. И, всэш, нас избор, очевиден, само доправим молодежку до служения. Но при этом, сколько времени у нас еще свободного будет? Но бачи, колко свободного времени, что имаме ошти? На свои домашние дела. На домашние, за домашние дела. Заработните дела. Там, развивать какое-нибудь свое дело. Да, развивай меня какого собственного дела. Или же. Или. Завалить себя кучем служения. Да, имаме много служения. Тратить свое время. Да, губи, да, да, инвестируем на что время. Свои финансы. Свои финансы. Свои нервы. Свои нервы. Эмоциональное состояние. Эмоциональное состояние. И вот выбор. С одной стороны кажется, но я же провожу молодежки, я же молодец. И у меня время свободное остается. А если я вот этим всем себе загружусь, у меня времени не будет на себя. Но знаете, за вот эти вот полтора года, может быть уже даже и два, видны результаты. Знаете, вот переводчица. Вот результат. Уля, Леха. Очень много молодежи, которые вот благодаря тому, что мы начали проводить игры. Разные поездки. Мы с ними сблизились. И мы евангелизировали и показывали им Божью любовь. И евангелизирахме, и им показывахме Божията любовь. Не через слова. Не через думи. А через нашу жизнь. А через наш живот. Они видели нас. Виждали сани. Таким, хм, прикольные ребята. И казват, хм, интересные хора. Немножко ку-ку. Може би са малко люди. Но зато очень интересные. Но много интересные. Знаете, у нас вот на молодежке парень есть один. И я как-то поднял вопрос. Какое ваше мнение было о верующих людях раньше? И они там начинали все там. Ой, они странные. И те са започвали да казват им. И те са странные. Они зациклены только на одном. Замислят се само за одно. Там у парня, поскольку он свое дело развивает. Там. Дело развивает. Бизнес. Бабки мучат. Там, понеже един човек си прави бизнес. Ему, видно, он попался на такого евангелиста, который ему говорил, что бизнес не от Бога. И очень интересно. Он ему привел пример, как Иисус пришел в храм и переворачивал столы. Много интересно, что я привел один пример, където Иисус, который дошел, и започнал да хвырля маски на торговците. Хотя мы все знаем, что это не к этому было. И вот мы ему это все объясняем. Говорим, что это вырвано из контекста и поставлен свой вывод. И говорим, чтобы понимать, лучше все прочитай. И знаете, слава Богу, он начал. И я верю, что он скоро будет сидеть с нами здесь, вместе прославлять. И когда он говорит, а вот о вас? Я думаю, что вы почти нормальные. И я говорю, слава Богу, что мы почти нормальные. Потому что без этого почти мы бы ничем не отличались от других людей. И все это результат выборов. И это вот слава Богу, что это все приводит к нам к правильным результатам, к правильным плодам. И вот за это я очень благодарен Богу. Давайте помолимся. Дорогой Господь, я благодарю Тебя за все, что Ты делаешь в нашей жизни. За то, что Ты нам дал эту жизнь. За то, что Ты нам дал эту жизнь. Дал нам свободу выбора. Дал Синя свободу на изборах. Прости нам, Боже, что мы зачастую делаем неправильные выборы. Прости, Господи, что мы полагаемся на свои мысли, а не на Тебя. Дай нам, Господь, мудрости, сил, понимание. Дай ни, Господи, мудрость, силы, разбирание, что нам делать по жизни. Какво да правим в наше живот. Какие выборы нам делать. Какви избори да правим. Давай нам, мудрости, Господь, постоянно держаться Твоевых путей. Дай ни, мудрость, Боже, винаги, да следваме Твоите пути, что? Не отступать от Тебя. Да не отступаме от Теб. Но дай нам так же смирение. Дай ни и смирение, признавать свои ошибки. Каяться. И возвращаться обратно к Тебе, если мы отступили. Мы молились с любовью и благодарностью. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Слава на Бога. Слава Богу. Присаживайтесь. Сейчас еще коротко. Я сделаю...